Это Российский университет дружбы народов с заведующим кафедрой с темой нейроэндокринная гиперплазия младенцев. Пожалуйста. Блоков уважаемый Александр Борисович, блоков уважаемые коллеги. Я понимаю, что уже вечер, не знаю, там дождя не было, я шел. Но сегодняшняя наша конференция посвящена о респираторной патологии. И вот я видел по программе, что разбирались и вопросы пневмонии, и астмы, заболевания, таким образом, паренхимы легкого, бронхова. Мы поговорим об одном из вариантов интерстициальных поражений легких, а именно нейроэндокринной гиперплазии младенца. Я вначале хотел бы напомнить определение этой большой группы заболеваний. Вот здесь на картинке очень хорошо видно, где интерстиция расположена, а именно он и максимально поражается при данной очень большой группе заболеваний. И, соответственно, это поражение приводит к рестриктивным функциональным нарушениям. Нарушение, прежде всего, газообмена, обмена кислорода, углекислого газа на уровне альвеолярно-капиллярной мембраны, если она поражается. И, действительно, группа этих болезней очень многочисленна. Хотя в то же самое время встречаются они достаточно редко. И вот уже на протяжении последнего десятилетия в разных странах и регионах мира формируются регистры таких больных. Вот один из них здесь представлен. И то заболевание, о котором мне хотелось бы сегодня рассказать, подчеркнуто здесь красным. И вот в этом регистре, в частности, было шесть таких детей. Но я хотел бы представить данные по Российской Федерации. И те сведения, которые приведу я сегодня, это не только наши пациенты, это и пациенты из ряда тоже регионов Российской Федерации. У нас закончилось исследование, посвященное структуре интерстициальных заболеваний легких у детей первых двух лет жизни. Вот на данном слайде представлена классификация американского таракального общества. В этой классификации выделяется три группы болезней. И первая группа – это заболевания, наиболее распространенные в младенчестве. А красным выделено то, с какими заболеваниями мы видели пациентов. Две болезни, они по непонятным причинам, ну бывает такое иногда, знаете, писали, может быть, ночью, накануне, и они туда не попали. Вот эти две болезни, хотя полностью, конечно, им отвечают. Есть вторая группа болезней, это не специфичные для младенцев, болезни неклассифицируемые, и тоже были такие пациенты. Вот как раз, кстати, данные по 76 детям, и отсюда можно видеть, что вот из 76 детей нейроэндокринная гиперплазия младенцев встречалась чаще всего. В 23,7% случаев, вот если говорить о структуре. Что же это за болезнь? Впервые она была описана в 2001 году доктором Детерлинг, вот здесь ее портрет. Это был первый ребенок, а такое бывает, что если какой-то проблемой ты начинаешь заниматься, то потом такие пациенты как бы притягиваются к доктору, и в 2005 году уже была первая серия наблюдений из 15 пациентов. Как вы видите, это сравнительно новое заболевание. И вот первоначально оно было описано как стойкое или персистирующее тыхипное младенцев. Есть такой термин транзиторное, тыхипное новорожденных, это бывает у детей, рожденных кесаревым сечением, и эта ситуация сама по себе разрешается в течение какого-то времени, хотя потом они относятся к группе риск астмы. А вот здесь стойкое или персистирующее тыхипное младенцев – это синоним заболевания. До сих пор, несмотря на более чем 15-летний уже опыт изучения заболевания, это остается неизвестной, неясной теологией, однако его патогенетические, патофизиологические механизмы и патоморфология на сегодня известны. И вот это персистирующее тыхипное связано с тем, что по неизвестным причинам в легких персистируют, остаются те клетки гиперплазии клеток, бобензинпозитивных нейроэндокринных клеток, которые бывают у плода. Мы привыкли пользоваться МКБ-10, но вот оказывается, что МКБ пересматривается, есть группа прочих болезней с поражением интерстиции. Вот более подробная расшифровка кода. Можно зашифровать как просто иная болезнь, а вот на сайте американском мы нашли вот этот более точный термин. Что же это за такие клетки? Они вообще-то по своему происхождению относятся к системе клеток опут-системы. Они являются своего рода сенсором кислорода, необходимым для адаптации новорожденных. А по мере роста их количество уменьшается, и к году уже практически их быть не должно. К году количество этих клеток сопоставимо с тем количеством, какое имеется у взрослых. Но вот по непонятным, по неизвестным до сих пор причинам есть категория детей, у которых эти клетки не регрессируют. Они у них остаются, и их можно выявить при морфологическом исследовании, можно обнаружить некоторые другие морфологические изменения, в частности вот гиперплазию гладких мышц. Патагномоничным признаком является увеличение. Это более 5%. Но в определении вы могли обратить внимание, что признак этот не специфический. Дальше я покажу перечень болезней, при которых эти клетки все равно остаются. Но они и отмечаются в рамках каких-то других нозологических единиц, но, вероятно, могут вносить свой вклад в манифестацию одышки у данных пациентов. И хотя золотым стандартом для большой части интерстициальных заболеваний легких является биопсия, вот нейроэндокринная гиперплазия младенцев – это то редкое исключение, когда, используя компьютерную томографию легких, умея читать компьютерные томограммы, мы можем этот диагноз поставить, не прибегая к биопсии. Хотя вот есть такие морфологические критерии, есть критерии, своего рода показания для верификации диагноза. Но вот сразу хочу сказать, что ни в одном из случаев тех пациентов, о которых я буду говорить, к биопсии мы не прибегали, по той причине, что, в общем-то, чувствительность и специфичность компьютерной томографии легких, она очень высокая. Вот перечень этих заболеваний, когда эти клетки имеются в повышенном количестве, это и бронхолегочная дисплазия, и муковисцидоз, и гипоплазия легких при диафрагмальной грыже, инфизема, синдром Вильсона-Микити. Они могут быть, но для этих заболеваний описаны, в общем-то, свои и диагностические критерии, и другая этиология, известная, в общем-то, ну, может быть, за исключением синдрома Вильсона-Микити и другая морфология. Совершенно типичнейшим для нейроэндокринной гиперплазии является возраст начала болезни. Это 3,8 месяца, ну, то есть где-то 3,5 месяца, где-то вот третья неделя, да, в основном мальчики начинают очень часто дышать. Вот то, что у него здесь изображены назальные конюли, не должно вас, ну, дезинформировать, потому что вот здесь есть всегда такие очень ножницы существенные для этих больных. Мы знаем, что показанием для проведения кислородотерапии является сатурация ниже 92%. Вот у этих детей, они всех очень пугают, очень часто дышат, но у них сатурация практически никогда не снижается ниже 91-92%. То есть вот их одышка и дыхательная недостаточность, она не достигает степени кислородозависимости. Это еще одно из исследований, которое показывает на большой когорте пациентов, что же встречается при НЕГОМ. Это одышка у 80% больных, кашель, он сухой, встречается примерно с такой же частотой, это скорее подкашливание, снижение толерантности к физической нагрузке, и вот что еще здесь очень важно, это потеря веса. И они имеют, одним из поводов, одной из первых причин обращения к врачу может быть как раз задержка прибавок нормальных у ребенка в весе, иногда бывает и необъяснимая лихорадка. При этом у пациентов отсутствуют какие-либо другие известные причины со стороны сердца, иммунопатологические, генетические причины и другие заболевания, которые могли бы вызвать перечисленные респираторные симптомы. И еще очень характерный признак. Ничего не помогает. Если это астма, мы привыкли, где-то тестники сделали, ингаляция с бронхолитиком, например, с бердуалом, или какая-то терапия, сколько ни его длительной, ингаляционными стероидами, она оказывает какой-то эффект. А вот при этой болезни как неизвестна ее этиология, так и неизвестна, к сожалению, пока, за исключением кислородотерапии, как ее вообще-то лечить. И мы также не знаем, как она распространена, но вот вчера буквально ко мне приходила одна мама с таким пациентом, я дальше его покажу, и она сказала такую фразу, которую иногда можно услышать и от коллег вот в регионах, когда общаешься в некоторых, что, наверное, такие дети просто не распознаются. Или они идут под какими-то другими диагнозами, получают какую-нибудь терапию против пневмонии, обструктивного бронхита, и получают ее или не получают, а как-то вот так оно все равно. Самое хорошее в этой болезни, что она проходит просто через какое-то время. Вот 4 месяца начинается и где-то к 4 годам заканчивается. Наблюдается медленное улучшение состояния. До сегодняшнего дня не было зарегистрировано ни одного случая декомпенсации дыхательной недостаточности или смертельного исхода, связанного с НЭГом. И это, конечно, выгодно отличает НЭГом от других интерстициальных заболеваний легких, при которых летальность выше. Хотя и меньше, чем у взрослых, но все-таки остается такой существенной. Если сделать обзорную рентгенограмму таким детям, можно или ничего не увидеть, или вот как здесь увидеть такое перерастяжение легких, изменения могут напоминать бронхиолит. И, кстати, аускультативные изменения тоже напоминают бронхиолит. И есть одна особенность, что эта крепитация лучше выслушивается по передней поверхности грудной клетки. Обращать на себя внимание также, конечно, редко сейчас достаточно делается, и информативность боковых рентгенограмм, она в маленьких детей обсуждается. Вот здесь можно и летимус обнаружить иногда, вот когда мы думаем тимомегалии, не тимомегалии. А вот при бронхиолитах и при НЭГом, кстати, тоже здесь воздух в ретроастернальном пространстве, его здесь много. Но, как я уже сказал, золотым стандартом является проведение компьютерной томографии легких. И вот первый пациент, которому мы несколько лет назад этот диагноз поставили, он имел вот сходные с представленными здесь изменения. Именно локализация наиболее заметна, это в средней доле правого легкого, в язычковых сегментах левого легкого. И очень важно, что вот эта мозаичная перфузия или, можно по-другому сказать, негомогенная вентиляция или вот матовое стекло, это все отмечается не менее, чем в четырех долях легких. То есть вот этот синоним ИЗЛ, как диффузные паренхематозные заболевания легких, он, в общем, себя здесь оправдывает. Но самым главным является не столько поражение обязательное вот этих отделов средних, сколько вот эта вот полоска. Если я еще хочу обратить внимание, вот если делаю детям маленьким поднаркозное исследование, то матовое стекло или снижение пневматизации мы увидим на спине, вот будут затемнены как раз задние отделы, потому что ребенок там лежит под наркозом, он плохо дышит. Это серьезнейшая проблема, артефакт такой. Очень часто бывает, вот зовут иногда на консультацию и вот ставят рентгенологи пневмонию, а клиники никакой нет. Это просто вот такой артефакт гиповентиляции. А при негом вот эти участки матового стекла, они прямо вот по междолевой плевре видно, они приурочены к передним отделам. И вот эта вот картина, я не знаю, с кем ее сравнить, с птицей, с крыльями, с каким-нибудь. Вот она настолько характерна, что вот если мы это видим, то обратите внимание, чувствительность 80%, а специфичность 100%. Хотя был предложен, настолько эта тема за рубежом развита, что есть, например, протоколы специальные для рентгенологов, когда предлагается вот по специальному протоколу, по каждому отделу легких описать при негом изменения. Но вот если мы сюда посмотрим, в принципе, все, по-моему, все, что можно, оно вот здесь и есть, хотя специфичными, конечно, являются другие изменения. Вот еще эта локализация чрезвычайно характерная, хотя есть масса случаев, когда это размыто и не очень понятно. Вот, например, ну вот вроде бы есть, да, вот к средним зонам это приурочено, но есть и изменения в других участках. Или вот эта картинка, да, тоже вот это видно, да, но бывают и более диффузные изменения. Или вот здесь, надо приглядываться, нужно очень маленький шаг брать при исследовании срезов. И естественно, что срезы, которые попали на КТ, да, вот на пленку, они не все, можно даже и не уловить. Обязательно нужно смотреть диск, чтобы поймать вот эти изменения. И вы видите, что в разных участках легкого они могут быть разными. Предложим биомаркер, он вообще относится к интерстициальным заболеваниям легких, КЛ-6. Вот у детей с НЕГМ, он, например, по сравнению с дефицитом сурфактантных протеинов, аббревиатура N-I-I-I, это вот НЕХИ, да, это вот НЕГМ, он будет, соответственно, здесь нормально. У нас под наблюдением и при анализе медицинской документации находился 21 пациент с этим заболеванием, причем обращает на себя внимание, что возможно, что этим страдать дети и недоношенные. И вот очень интересно, вот эта частота маленького веса у этих детей, она здесь несколько, кстати, выше популяционной, здесь почти 15% получается. Вчера ко мне такой вот у меня был прием, приходило два ребенка. Один вот доношенный, а другой недоношенный, двухлетний ребенок, который к тому же страдает аббронхолебочная дисплазия. Чаще страдают мальчики, и это еще один очень характерный признак для этой болезни. Ну вот здесь представлен эггистационный возраст, в основном, к счастью, доношенные дети. Манифестация может наблюдаться, хотя чаще она наблюдается именно вот в этом интервале от 3 до 4 месяцев, может быть и пораньше. Самый маленький пациент, у которого манифестировало заболевание, у нас это было один месяц 3 недели, может и постарше, но, как вы видите, практически никогда после первого полугодия жизни. Здесь встает вопрос, а вот если эти клетки не регрессируют, то почему до возраста 3 месяцев никто не замечает? Ну, очевидно, потому что дети до 3 месяцев, они вообще имеют право часто дышать, если, например, мы говорим о недоношенных детях, пока вес доношенных он не доберет до 60, в принципе, он может дышать. Существует вот такой, очень легко, кстати, запомнить, потому что Child это и детский, и аббревиатура Child Interstitial Lung Disease, то есть детский ЗЛ-синдром, и его, кстати, чувствительность и специфичность тоже чрезвычайно высока. Если вот 4 из этих признаков имеется, 3 из 4, простите, то в 90% случаев вот респираторные, объективные симптомы гипоксимии, диффузные изменения на рентгенограммах, можно думать о наличии какого-нибудь интерстициального заболевания легких. Как же вот у этих 21 пациентов распределялась эта симптоматика? Вот здесь представлена частота симптомов, тех, которые входят в группу респираторных симптомов, кашель, тахипноя, непереносимость физической нагрузки. Объективные симптомы, это или сухие хрипы, хочу обратить внимание, бывает, но в целом крайне редко. Если эти дети начинают демонстрировать свистящий хрип, они, видимо, развивают бронхиолит, частота респираторных инфекций у них не выше, чем в популяции, чаще выслушивается крепитация. И вы видите, вот по нашим данным, частота белково-энергетической недостаточности составила еще больше, это практически 2 трети детей имеют гипотрофию. Они просто очень много сил тратят на одышку, и это вот как раз одна из причин, почему вы видели на картинке ребенка, у которого были назальные конюли для кислородотерапии. Здесь указано, 10% сатурация была ниже 90%, но это значит 89%. И когда мы оценили их тяжесть, предложена вот такая очень хорошая классификация ступеней тяжести интерстициальных заболеваний легких, вот соответственно, чем дальше, тем хуже. И летальность на 4-й, 5-й ступени, она высокая, на 1-х, 3-х ее просто не бывает. Вот у нас ни один на 4-ю, 5-ю ступень не попал, ни один не погиб, и вот только один ребенок имел 3-ю ступень тяжести заболевания. Я уже сказал, что им ничего не помогает, но так как все боятся, это очень страшно, когда ребенок дышит до 80%, конечно, то им все это назначают. Вот посмотрите, причем эта частота назначения системных стероидов, она связана не только с периодом госпитализации, но и с рядом неправильных диагнозов, которые этим детям устанавливают. В частности, двоим детям из этой когорты был установлен диагноз экзогенный, аллергический альвеолит или гиперчувствительный пневмонит, они получали системные даже стероиды без всякого эффекта. А вот частота назначения кислорода терапии достигала практически 50%. Ну и вот я уже сказал о том, что не всегда так все это показательно. Вот здесь видно, да, вот это я просто наиболее такие срезы, да, которые демонстрировали. Матовое стекло, ну и есть матовое стекло, что его не очень хорошо видно, да, или вот здесь. А вот это ребенок, которому диагноз был поставлен уже ретроспективно, он попадал как раз в 3,5 месяца, ему был поставлен диагноз интерстициальное заболевание легких. Он еще умудрился потом поболеть, к сожалению, респираторно-систенциально-вирусным бронхиолитом уже после этого. А вот в 4 года 11 месяцев видно, что в принципе практически это все разрешилось. Мы еще съездили в Германию разбираться как раз в этом возрасте, а уже было не надо. И когда мама почитала вот информацию в интернете и казалось, да, вот он все эти годы так волнообразно, 4 года так вот и болел. А другая мама мне сказала, она тоже залезала в интернет, есть общество матерей детей Австралии, которые болеют этой болезнью. Ну и вот мальчик, который ко мне приходил вчера на приемы, которого я обещал вам показать, он поступил к нам в 3,5 месяца доношенный, без респираторных проблем в неонатальном периоде, с одышкой. Одышка у него нарастала, и самой главной жалобой родственников, родственники обратили внимание, что он плохо прибавляет весе. Когда он поступил, бросалась в глаза вот такая диссоциация, и это, мне кажется, визитная карточка болезни. Ребенок дышит до 80 в минуту, при этом стурация у него 97. Таких болезней, ну так еще поискать, а когда такое вообще бывает. Вот, и вчера 56 он дышал, а с 99 у него была астурация. Хотя ему уже 6 месяцев сейчас. Диффузные крепитирующие хрипы больше по передней поверхности, в гемограмме без особенностей, если не считать анемию, и никакая терапия ему не помогала. Вот так примерно выглядела его обзорная рентгенограмма. Вот так вот здесь видны назальные конюли, ну кровать, на которой, соответственно, он лежит в палате, ну вот не такое небольшое вздутие грудной клетки, есть участие мускулатуры в акте дыхания. А вот те КТ, на основании которых ему был поставлен этот диагноз, здесь не самое лучшее качество, но тем не менее вот эта полосочка, она везде прослеживается, и здесь тоже совершенно такая необычная картина. Это еще один ребенок, ребенок, который наблюдался Ириной Карловной Ашеровой в Ярославле, это такое самое большое, очень это интересная тема, он проживал в сельской местности, все думали, что у него реакция там на какой-нибудь, ну аллерген, животных, а оказалось, он получал терапию по поводу экзогенного аллергического альвеолита, к счастью, несистемными стероидами, ингаляционными, долго достаточно, но это не помогало, и вот пока само не прошло. Эти дети, складывается впечатление, что вот они так пугают врачей и родственников в первом полугодии жизни, могут возникать симптомы как на фоне полного здоровья, так и после эпизода ОРВИ, имеет вот этот детский ЗЛ-синдром из четырех основных признаков, которые я показал, но если им сделать компьютерную томограмму, то можно поставить такой диагноз. Ну и болезни исполняется, значит, 17 лет, а ряд нерешенных вопросов до конца здесь существует. Мы не знаем, что это такое в отношении идеологии, почему эти клетки у кого-то остаются, у кого-то исчезают, есть ли здесь какая-то генетика. Есть, пожалуй, два фенотипа этих пациентов, те, которые заболевают вот просто на пустом месте, те, кто заболевают после вирусной инфекции. Как это связано, непонятно. Вопрос о биопсии, он остается открытым, но просто это такое, в общем-то, вмешательство несоизмеримое, скажем, по тому, что это все проходит. Непонятны отдаленные результаты, хотя никто еще, хочу сказать, не умирал. И раз. И еще вот есть заболевание такое у взрослых, диффузная диапатическая гиперплазия этих клеток, но вот оно было описано еще раньше, чем нейроэндокринные гиперплазии младенцев, типа вот такой гиперплазии опут клеток. Но как они связаны, непонятно, ну, а про биомаркер я уже говорил. Я хотел бы в заключении выразить благодарность коллегам из Ярославля, Москвы и Санкт-Петербурга, общие данные с которыми я мог сегодня вам представить. Благодарю за внимание. Спасибо.